Это все были казармы. Здесь тренировались подводники, морская пехота, плотилия какая-никакая. В 1905-15 году здесь базировалось около 10 тысяч человек. То есть это довольно-таки много. Сейчас здесь все печально. Но зато прогуляться спокойно можно. Я живу здесь где-то с 2003 года. Сейчас уже нет, но в бассейн первый раз я попал где-то в 2012 году только. Я был в курсе, что он здесь есть, что есть такое место, но как-то мы решили залезть и просто ты понимаешь, какое у тебя место есть. Это был как спортивный комплекс. Там находились всякие кушки и чего там только не было. И спортзал там остался. Бля, это вагнер. Сверху. 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 Тихо, я себе Тихо, я тебе говорю, что здесь занимались и греблей, и байдарками, и тренировались водолазы, и здесь была очень большая движуха, но все это затросили буквально после развала с авто. Вроде кто-то обещал что-то здесь в порядке вести, но так как здесь солдаты все раздолбали, когда уходили весь кафель, в принципе, как говорили, они не очень много побили, они побили всякие унитазы, кафель, всякое такое, в принципе, здание стояло, но никто за ним не следил и променила крыша, и восстановить это очень дорого, поэтому, скорее всего, это когда-то снесут, но пока не снесут, нужно любоваться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok